Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о важном моменте, потому что лето на дворе, а это значит, что хочешь не хочешь, а появляется желание где-нибудь искупаться. Во-первых, можно ли купаться в городском округе Люберцы? Если да, то где? А если нет, то почему? Об этом нам расскажет сегодня главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области Юлия Валерьевна Калмыкова. Здравствуйте, Юлия Валерьевна! Здравствуйте! Ну, я так понимаю, что это тот случай, когда, в общем-то, уже давным-давно, в 70-х годах прошлого века, нам рассказывали о том, что вообще купаться особо нигде нельзя. Ну, разве что там на море где-то, потому что оно большое. Или в океане. А вот что касается наших, что называется, водоемов, можно ли сегодня в городском округе Люберцы где-то купаться? Официально есть такие документы, разрешающие это? К сожалению, водоемов на территории Люберецкого округа, разрешенных для купания, у нас нет. Это уже давненько, да? У нас ежегодно, мы в адрес глав муниципальных образований городских округов направляем письма. С тем, чтобы, ну, поскольку в соответствии с 131-й федеральным законам об общих принципах самоуправления, значит, условия для создания зон отдыха населения, значит, это прерогатива... Это документ, который как запрос определенный, да? Да, это документ, как запрос с целью выяснить, где администрация планирует организовать зону отдыха населения на водных объектах. Значит, постановлением главы администрации 1513-17 апреля определена зона отдыха Большого Кореневского карьера на прибрежной полосе. Это имеется в виду, что можно лежать, загорать? Ну, да. В принципе, к нам, значит, обратилась дирекция спортивных сооружений за получением санэпидзаключения на водный объект Большого Кореневского карьера с целью купания, занятий спортом, ну... И так далее. Да, и так далее. Да. Они там отобрали пробы почвы, воды... Все как положено, да. Да, все как положено. Вот. Но, к сожалению, качество воды не соответствует санитарным нормам, согласно экспертному заключению, представлено нам для получения санитарно-эпидемиологического заключения. То есть получается, что, опять же, загорать можно, то есть, ну, на прибрежной зоне отдыхать можно, принимать воздушные ванны, вот, а все, что касается реки, то... Купаться нельзя. Купаться нельзя. И там будут соответствующие стоять знаки вот эти вот... Да, установлены, соответственно, трафареты, да. А вот берется это лабораторный анализ. Его кто проводит? И как часто он берется вообще? Это же, наверное, какая-то периодичность должна быть? Да. Но потом, значит, та организация, которая отвечает за зону отдыха, она регулярно проводит отбор проб воды. Должны соответствовать программам производства контроля. Такие анализы своеобразные, да? Да, анализы, ну, с целью... Может, улучшилось, может, ухудшилось. Да, ну, перед началом купального сезона, естественно, берутся все анализы на показатели в соответствии санитарной норме, и определяется, значит, соответствие и несоответствие, да. И вот на основании этого было выдано отрицательное санопедзаключение. А как часто берутся эти... Ну, понятно, что, скорее всего, за три месяца вряд ли, наверное, вода улучшится. То есть этот купальный сезон, что называется, в городском округе Люберца официально открыть не будет. Мы, конечно же, поговорим, какую ответственность несут люди, которые сами в этот водоем отправляются, если у них там вырастет, я не знаю, хвост или рога, как нас раньше пугали. Но, тем не менее, в течение лета будут браться какие-то еще анализы? Ну, может быть, на ухудшение... Ну, потом, я так понимаю, существуют еще какие-то... Писк каких-то заболеваний летом, наверное, будут браться, да, анализы еще? Вот, я имею в виду, в водоемах... Ну, выборочный контор, мониторинг, да, будет браться. Вот. И, ну, соответствующая информация будет доводиться до глав администрации. Вот, поскольку... А кто анализ проводит? Это специальные химические лаборатории? Да, у нас лаборатория Центр гигиены и эпидемиологии, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения. Вот. И они отбирают пробы, ну, по заявкам юридических лиц, ну, и, соответственно, там, и мониторинг осуществляется, ну, плюс всего, на водоемах, которые расположены в черте населенных местах. Хорошо, но это речь идет о водоемах. А прибрежная зона, она же тоже какие-то анализы берутся? Почвы, растения, может быть, там какие-то опасные тоже? Ну, вот, Дирекция спортивных сооружений тоже отбирала почву на паразитологию, на тяжелые металлы, на микробиологические показатели. Ну, кстати, почва соответствует на территории Большого Кореневского карьера. А вода подкачала? А вода подкачала, да. Вот. Кроме того, перед началом купального сезона, вот, был заключен контракт, то есть проведена еще аккорицидная обработка прибрежной территории, это против клещей. А, против клещей, да. Ну, то есть, поэтому, потому что, как бы, забота о сезоне... Не, ну да, тем более, что в последнее время клеща много, вот ваши коллеги были здесь, у нас рассказывали какие-то прям, ну, можно уже фильмы снимать по поводу клещевых заболеваний, вариантов, и их действительно много, особенно, вот, когда у нас погода такая неровная. То есть, давайте подведем итоги для, по крайней мере, вот того района, о котором вы говорите. То есть, отдыхать можно, пляжный отдых без проблем, загорать можно, но в отдаем нельзя ходить. Купаться нельзя. Но вы же понимаем с вами, что там не будут стоять специальные представители органов, может быть, я не знаю, там, с собаками или с кем, или будет обведено все это каким-то забором. Народ-то все равно пойдет и вовсю пойдет? Как вот это будет соответствовать? Или тут уже риски несут сами граждане? Ну, риски, конечно, несут сами граждане. А чем опасен такой вариант? Что может случиться с человеком вот в таком, ну, с точки зрения анализов, некачественном водоеме? Ну, у нас через водоем передается масса инфекций. Ротовирус, энтеровирусный, гепатит А, брюшной тип. Гепатит А даже передают? Да. Вот. Поэтому при случайном заглатывании, ну, особенно дети, они же плескаются, брызгаются. Да, по-моему, любое уже. Да, вот. Вероятность высока. Вот. Поэтому это тут уже ответственность за детей, за свое здоровье берут сами на себя жители. Понятно. Ну, а вот ваша организация – территориальный отдел Роспотребнадзора по всей Московской области. У нас Раменский территориальный отдел. Раменский, да, я имею в виду Раменский территориальный отдел, Роспотребнадзора по всей Московской области. Вообще, есть у вас информация, я понимаю, что вы, наверное, занимаетесь только своим непосредственной территорией, но Московская область с точки зрения водоемов, как сегодня, потому что мы же прекрасно понимаем, что, во-первых, из Москвы народ поедет вовсю, и если люди, ну, приличные, соблюдающие и рекомендации законы, они услышат, что у нас нельзя купаться, и куда они могут-то поехать. Есть у нас такой мощный какой-нибудь водоем, куда можно? А, ну, ближайший водоем к Люберецкому району, городскому округу Люберцы, это у нас город Латкарина. Латкарина. Там можно. В сегодняшний день, сегодня, да, выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта для использования, купания, занятий спортом. Вот, там, значит, проба воды соответствует действующим санитарным нормам. Ну, в соответствии, санэпидемиологическое заключение выдано муниципальному бюджетному учреждению ДЭС Латкарина. Вот, они, в свою очередь, будут выполнять программу производственного контроля, значит, регулярно, значит, по договору с раменским филиалом в БУЗ отбирать пробы воды на соответствии. Ну, если будет все в соответствии, то все хорошо. А вот в течение всего лета, вот, например, взяли сейчас, говорят, нормально, да, потом через какой период берут? Как часто забирать в течение лета эти пробы? Потому что, если действительно туда народ поедет, я думаю, ситуация должна измениться. Ну, раз в две недели будут отбираться. А, раз в две недели, да? Да, ну, согласно постановлению, период купального сезона у нас до 31 августа, поэтому и санэпидемиологическое заключение выдано у нас до 31 августа 2024 года. И будет проверяться, если вдруг будет... Только на период купального сезона. Если ухудшение, то... Значит, соответственно, информации в администрацию будут выставлены трафареты о запрете купания. А вот если, например, запрещена будет территория, мы можем предположить, да, и почва будет не очень хороша и так далее, вообще будет этот район каким-то образом закрыт? Какие сегодня нормативы существуют? Или просто будет людям, ну, рекомендовано не идти в эту зону, потому что она... Ну, будет, конечно, рекомендовано. Мы же ее не можем, как бы, отцепить. Купить и не пускать туда людей, да. Вот. Ну, соответственно, будет информация доведена, вот, информационными счетами, вот, все будет... До глав администрации все будет доведено. Ну, и, соответственно, до населения тоже. Хорошо. А вот этот водоем, там много параметров, я так понимаю. Вот вы говорите, что пробы снимаются. Означает ли это, что, например, через год возьмут пробы в том же месте, окажется, что можно купаться? Или ухудшение у нас только все время? Ну, где-то мне что-то подсказывает, что раньше, наверное, купаться можно было везде до какого-то периода. Потом, в зависимости от того, ну, еще куда ветер дует, где кто-то чего-то сбросил, мы же прекрасно понимаем, что такое возможно. То есть, ну, потому что вроде Латкарина и Люберцы не так далеко друг от друга, а вот видите, там можно, а здесь нельзя. Как часто вот меняется эта ситуация? И, собственно говоря, если водоем запрещен для купания, с ним ничего не делается? Не работают какие-то службы по очистке его, по решению вот этих вопросов? Или это уже другая компетенция? Да, это другая компетенция. Вообще очищают водоем перед началом купального сезона. Ну, соответственно, при эксплуатации пляжей уборка... Ну, это проще, да. Ответственно, организации проводятся ежедневно, вывозится мусор и все остальное прочее, убирается там вся территория в ежедневном режиме. Вот. Ну, качество водоема, ну, водоемы имеют свойство, такой процесс самоочищения идет. Вот. То есть, вот, ну, как бы, естественное такое обновление воды. То есть, если с ним ничего не делается? Тем более, те, которые водоемы есть проточные. Вот у нас Малакск озеро, например, там через него Македонка проходит, да, ну, соответственно, там идет какое-то разбавление воды, все, поэтому, соответственно, вот... То есть, пока природа сама не очистит, вряд ли, да, мы сможем это сделать. Ну, еще если туда природу беречь... Ну, да, это уже другое вопрос. Да, и не загрязнять ее отходами, вот, поэтому... А это вообще серьезный, да, вопрос по поводу того, что, вот вы говорите, такие заболевания и то, что мы, скажем, ставим, устанавливаем знаки, но все равно мы предполагаем, что могут быть какие-то заболевания, и, ну, службы все немножечко напряжены в этом плане, да? Ну, да. Ну, если человек, например, группа людей зашла, и мы видим, что кто-то там из них заболел, где бы заболел, был там-то, ну, вас же предупреждали, то есть, понятно, что вроде как никто не виноват, но кто-нибудь за этим следит, будут ли ходить там какие-то патрули, которые будут говорить, не нужно, или такое не запланировано, с точки зрения закона, я сейчас говорю. Ну, с точки зрения закона, наверное, нет, никто насильно не будет из водоема. Просто мы информируем. Да, мы информируем, а дальше это уже зона ответственности населения. Вот. Как бы предупрежден, значит, вооружен. Штрафы какие-нибудь есть за то, что кто-то идет в водоем, при том, что там запрещено купаться? У нас штрафы на физических лиц не предусмотрены. А на юридические? Ну, на юридических мы же не отслеживаем, из какой он организации. Нет, у нас, в соответствии с нашим федеральным законом 248-м, проводятся проверки планов и внепланов в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В отношении граждан мы проверки не проводим. То есть тут уже это вопрос немножко другого ведомства. Понятно. Ну, завершая тогда первую часть, давайте так скажем, что первое, кроме Латкарина, то, что ближе к нам всего купаться нельзя, загорать можно, и то, я так понимаю, тоже не везде, да? Там, где дано разрешение, где не стоят знаки. А как знак этот называется? Купаться запрещено, да? И второй, а если, например... Информационный щит – просто информация о запрете купания. О запрете купания. Да, торфорет. Да, если вы видите этот информационный щит, то подумайте, нужен ли вам гепатит А и другие заболевания, которые там будут. Потому что все-таки исследование проведено. Мы же не просто так ставим щит. Конечно, можно поставить щит, ничего не проверяя. Но мы действительно проверяем все водоемы. Сейчас такой вопрос важный. То есть если щит стоит, это действительно так. То есть он стоит не год назад, не два года назад, а он стоит именно сейчас, что называется свежим. Напомню, что в гостях у нас Юлия Валерьевна Калмыкова, главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области. И говорим мы с ней о том, что начало сезона, сезона, я соединил два слова, сезона водоемов. Это когда хочется не только понежиться на солнышке, но и искупаться. Собственно, погода вроде бы должна скоро уже устояться, будет летнее, все равно будет желание у многих отправиться в водоем. Но как мы выяснили в первой части, что там очень много всяких, ну скажем так, заболеваний можно подхватить. Так что подумайте, если видите знак «Купаться запрещено», лучше туда не ходить. Небольшой перерыв и продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях Юлия Валерьевна Калмыкова, главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области. И мы говорим о том, можно ли купаться сегодня в городском округе Люберцы, о водоемах, о том, что они, к сожалению, у нас с точки зрения плавания небезопасны. Поэтому мы пригласили Юлию Валерьевну, которая нам уже в первой части рассказала, что только в Лыткарина подтвердилось право. Все отправляемся в Лыткарь. А хватит ли там всем места? Однозначно нет. По Московской области можно поискать. А есть какой-то крупный водоем в Московской области, может быть, и далеко расположенный, где можно купаться. Там клязьма какая-нибудь, может быть, протекает. Не в курсе, не скажете нам так на вскидку? В клязьме нет. В клязьме нельзя купаться? Вот видите, в клязьме нельзя купаться. Ну, хорошо. Давайте поговорим еще о качестве водоемов. Вот я так понимаю, что пробы... Ну, не одна еще пробы берется, а несколько. На что, на какие пробы? Вот вы говорите, паразиты и дальше какие-то... Микробиологические, паразитологические, санитарно-химические, радиологические. Ух ты, аж 4, да? Да. Ну, радиологические... Ну, они группа показателей, которые включают в себя еще перечень показателей. И в основном, где у нас проблемы с микробиологическим? Чаще всего, да, микробиологические. Давайте так, радиологические нормально? Да. Радиологические нормально. Это первое, что сразу мы снимаем одну проблему. Да. Чаще микробиологические. Чаще микробиологические. Так, какой там еще? Паразитологические. Это паразиты, да, которые могут... И третий? Санитарно-химические. Санитарно-химические. Это когда кто-то, не дай бог, какие-то там химикаты, которые несовместимы, да? Ну, там есть перечень показателей, да. А вот сам... А вот сам... Если столько-то химикатов, там, калия больше на столько-то процентов, то все, нельзя. Кто выстраивает эту картину? Она меняется? Как бы у вас эти установки, они меняются? Ну, они разрабатывались годами. Это устанавливается предельно допустимой концентрацией в воде, которая не оказывает негативного влияния на здоровье. А она меняется как-то из года в год? Дополняется? Нет. Нет, она у нас утверждена, потому что это многолетние были наблюдения, она утверждалась. То есть это цифра не просто так взята с потолка. Вот. Она утвержденная. И с годами она не меняется. Не меняется. То есть очень похоже, опять же, на анализы человека. Есть определенные границы. Вот если чуть меньше, плохо. Чуть больше, плохо. Должно быть именно в этих границах. Давайте вот еще о чем поговорим. У нас же помимо купания есть еще такие вещи, как рыбалка. Там, я уж не знаю, раки, если они у нас еще каким-то образом существуют. Вот как с рыбалкой быть? Рыба вообще водится? Если водится, можно ли ее ловить? Или это тоже под вопросом? Решаете ли вы такие вопросы? Это ведомство, которое занимается рыболовством. У них свои категории оценки воды. Ну, то есть, поэтому... Ну, я так понимаю, категория одна. Мы стоим на страже санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Да, но если я пришел на разрешенный участок, принял воздушные ванны, солнечные ванны, какие можно, выполнил вашу установку, сам не купаюсь, но принес с собой удочку, рыба вроде есть. Это мне говорит о чем? О том, что вроде бы как, раз рыба существует, значит, что не все так плохо. Я ловлю рыбу, а потом выясняется, что рыба это полна железом и так далее и тому подобное. То есть, этим вопросом занимается другое ведомство, которое должно поставить рядом какой знак, рыбалка запрещена. Правильно? Ну, не знаю, у нас масса водоемов, где есть соответствующая, ну, специально рыбалка организована, да? Да, есть, и рыбаки знают. Да, рыбу запускают, ее там наблюдают, проверяют, вот, поэтому... Тренируют ее, чтобы она хотела. Да, насчет рыбы это другое ведомство. Ну, я имею в виду... Хотелось бы еще сказать, даже те, которые водоемы, значит, там, не обследуем, все. Есть же у нас водоемы, как бы, в черте населенных мест, где много у нас водоплавающих птиц. Так, вот, птички. Вот здесь тоже надо очень быть аккуратным, потому что, где водоплавающие птицы, то там можно, как, так называемая, болезнь зуд купальщика, сисицеркоз. Вот, значит, они... Есть такие личинки, которые... Так, они переносят эту птицу. Ну, как бы, они являются резервуаром, и при купании в этом водоеме эти циркари, они присадят к коже человека, вот, и вызывают зуд купальщика, сыпь, все остальное. Ну, некоторые же решают, как проблему. Пришел домой, искупался в ванне или в душе и вроде как снял проблему. Но это не так, да? Ну, может быть, нет, то, что после даже тех водоемов, где купание разрешено, что обязательно надо гигиенические души, естественно, принимать это, да? Вот, ну, если не заразили, значит, повезло. Хорошо. Итак, мы поняли, что все, что касается рыбалки, это уже другой, как называется, орган решает этот вопрос. Хорошо. Еще вот такой момент, по крайней мере, раньше. Существует ли сегодня штраф за то, что, ну, например, это я как предполагаю, решил человек машину помыть, да? То есть подъехал где-то к водоему какому-то, ну, где или нет людей, например, и шампунь, там, все дела. Вот это как-то попадает под какое-то нарушение? Могут ли ему предъявить штраф какой-то за то, что он... Я помню, просто в детстве мы даже там купались прям с мылом в этой реке, потому что казалось, что, да, кто там будет? Нет, ну, на берегу водоемов, любых водоемов запрещено мыть автотранспорт. Так. Вот. Штраф за это предусмотрен. Угу. Вот. Но, опять же, повторюсь, мы сейчас в свете 248-го закона мы так не курируем, не мониторим. Вот. Ну, больше, может быть, сейчас... Раньше административно-технический надзор этим занимался. Ага, был, да, так? Ну, в санитарных правилах тоже прописано, что на берегу водоемов автотранспорт мыть нельзя. Так же, как на придомовых территориях. Понятно. Вот поэтому. Хорошо. Но мы знаем, что есть еще какие-то небольшие водоемы, уж не знаю, как их назвать, озерца, лужи, как их угодно назовем это, ну, среди частных, что называется, владений. Я имею в виду даже не те, которые сами там выкопали и так далее, но которые какими-то кусочками, ручейками там заходят. Вот кто за них несет ответственность, и если человек там с утра, не знаю, подошел к роднику, к какому-нибудь там метр шириной, и вот это же тоже вроде бы как водоем. Вот здесь как он может узнать этот водоем? Можно в нем с утра искупаться, чтобы взбодриться, или нельзя? Для этого вы пускаете какой-то информационный листок? Нет, опять же, мы... Все водоемы, которые находятся, мы просто охватить не можем. Ну, опять повторюсь, то, что в соответствии с постановлением администрации. А все остальное в соответствии с 131-м федеральным законом, все, что на территории населенного пункта находится, значит, и мероприятия по охране окружающей среды относятся к полномочиям органов местного самоуправления. И опять же повторюсь, что если человек купается там, где он захотел, ну, это место не оборудование, не обустроено, и вода там неизвестного качества, это, ну, только свой страх и риск. Ну, и мы говорим о лете, да, но тем не менее у нас есть еще какие-то обрядовые вещи, типа крещенские купания и так далее. То есть я так понимаю, что мониторинг водоемов, он, в общем-то, круглогодичный, да? Ну, крещенские купания тоже, да. По муниципальным контрактам, кстати, администрация заключает договора, и перед, как бы, ну, или перед крещенскими купаниями, либо там, ну, за какое-то время вода водоема исследуется. Это не всегда происходит, но вот... То есть там, где, например, мы, ну, да, мы на некоторое время переносимся в январь, когда к нам приходят и священники, и представители администрации, и депутаты, и просто люди, которые активно занимаются этим обрядом. То есть там, где купель официально разрешена, это означает, что получено разрешение от тех людей, которые следят за чистотой водоема. Так только так просто купель не откроют официально, не будут о ней рассказывать, ну, например, администрация города, верно? Да. Ну, в преддверии праздника Крещения Господня мы тоже направляем письма информационной главам администрации и запрашиваем у них необходимую информацию, там тоже о проверке качества воды водоема перед обрядовыми этими действиями. Вот. И, соответственно, о местах, где планируется, значит... Эти обряды. Эти обряды, да, оборудовать все. Ну, как правило, нам предоставляется информация, что там оборудование специальное будет, скорая помощь дежурит, МЧС, полиция, да, ну, все службы и структуры, вот. Ну, соответственно, ну и вода водоемов тоже по муниципальным контрактам проверяется. Не всегда это бывает, конечно, но... Ну, все-таки мы рассчитываем, что зимой количество паразитов уменьшается, хочешь не хочешь. Ну, давайте, да, делать будем вывод. Вот, итак, вернемся еще к тому, что на основании документов, которые нам сегодня любезно пришла рассказать Юлия Валерьевна, получается, что все-таки в городском округе Люберцы водоемы все у нас загрязненные. И с точки зрения купания я имею в виду, и только Владкарина дано такое разрешение, это ближайшие из водоемов, куда можно отправиться. А где-то существует карта, где можно купаться вообще в Московской области? Где-то можно увидеть эту информацию? Ну, в официальном сайте Управления Роспотребнадзора есть. Официальный сайт Управления Роспотребнадзора. Мы заходим туда и смотрим, где можно. Где выдаем официальное, на которое выдан санпидзаключение, которое разрешено купание. Вот. Ну и, конечно, надо смотреть. Там соседние, например, с Москвой, ограничащие, значит, регионы Московской области. Тоже там где-то есть разрешение дано на купание, а где-то нет. В любом случае, если у вас нет возможности поехать на юга, что называется, то постараться отдохнуть можно даже здесь, у нас, в Люберцах. Но не всегда, может быть, нужно пользоваться водоемами. Ну, а если вам хочется найти тот водоем, где можно будет искупаться, а потом еще понежиться на пляже, то зайдите на сайт Роспотребнадзора по Московской области. Правильно я говорю, да? Юлия Валерьевна Калмыкова, которая была гостью нашей сегодняшней программы, еще раз нам всем напомнила о том, что вроде как это и смешно звучит, но когда вы видите знак, что купаться запрещено, и вы на это не обращаете внимания, и ваши дети отправляются в этот прудик, назовем так, то помните, что там огромное количество всяких непотребностей, и вот гепатита я как-то запомнила, и какие-то еще, какие там еще могут быть заболевания? Энтеровирусы, ротовирусы. То есть человек может искупаться и очень серьезно заболеть? У нас, кстати, регулярно проводится мониторинг по холере, ну, как бы... Вот, холера, да, само собой. Да, это и зона отдыха, это и река Москва, это река Пихорка, то есть у нас есть определенные мониторинговые точки, где лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии регулярно отбирает пробы. Так что следим за станем водоемов, но, к сожалению, в городском округе Глюберцы пока они не пригодны для купания. Главный специалист-эксперт Райминского территориального отдела Роспотребнадзора Московской области Юлия Валерьевна Калмыкова. Спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго, всего хорошего. Да, это была программа «Открытый диалог», вел которую Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова